Важно, что эту территорию мы не переделываем, мы не реконструируем, как иногда бывает. Мы, по сути, ее впервые открываем для горожан, потому что никогда двор присутствующих мест не был частью общественной жизни. Он всегда использовался утилитарно, я могу это уже сказать. Я думаю, что, может быть, многие казанцы помнят, что в свое время здесь была парковка. Но вот сейчас принято решение президентом точно так же, как он принял решение, потому что присутствующие места должны стать частью городской жизни, работать на туристике горожан. Точно так же, уже сразу, когда делался с присутствием местом, он говорил, что обязательно двор должен точно так же работать на горожанах. Частью проекта нашего будет являться брендбук для арендаторов. Мы решили, что будет единое решение по навесам. Точнее, пока что, в общем-то, мы придерживаемся гипотезы, что это будут зонты. В едином стиле, в едином оттенке, чтобы у нас здесь не было ненужного разнообразия. Вдоль стены, которая более древняя, чем здание, мы делаем линию озеленения многолетней. Вот ко всем каморам мы оставляем дорожки, так как мы предусматриваем, возможно, что они потом тоже будут работать на какую-то общественную функцию. Возможно, их тоже можно будет арендовать. И трава здесь почему? Она на самом деле не просто так здесь, она подчеркивает эпоху стены. Длина двора позволяет здесь устраивать показ, даже если захочется. Вот эта зона, она работает на лекции, на мастер-классы, за счет того, что там есть амфитеатр. Конечно, здесь можно проводить какие-то летние маркеты при желании. Там появляется такой мини-пруд или бассейн, совсем небольшой глубины. Здесь есть на территории двора исторический колодец был. И вода это, в данном случае, символ этого исторического колодца, который реально, на самом деле, здесь был обнаружен археолог. У нас есть вот эта площадь. Мы ее условно зазонировали как событийное. То есть, если мы проводим какие-то большие мероприятия, мы проводим их там. Но важно понимать, что за счет вот этого принципа контекстуального дизайна здесь, в принципе, все эти деления, они, в принципе, условные. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok